Оксана Гуляй рассказывает, в начале декабря на мобильный позвонил неизвестный. Представившись сотрудником банка, сообщил о попытках мошенничества с ее кредитной картой. Сказал, чтобы избежать проблем, нужно продиктовать некоторые данные. Он попросил назвать номер карточки, лицевой и изнаночный. Ни пин-кода он не спрашивал, ни фамилии. Когда я у него хотела узнать, откуда у него такая информация, как его зовут, он мне сказал, что у него ограниченное время разговора с сотрудниками. И так его подробно ничего не узнала. Девушка продиктовала все цифры, которые просил незнакомец. В итоге на кредитной карте минус 16 тысяч гривен. Теперь девушка должна ежемесячно отдавать банку по 800 гривен, погашая долг, которого не брала, уверяет Оксана. Денег не хватает, зарплата чуть больше 2000 гривен. Часть дохода девушка тратит на лекарства. Она больна ДЦП. Я написала заявление в милицию, потом через 10 дней был составлен протокол и все. И после этого следователь ничего не говорит, не пишет. Юристы говорят, все вопросы по карте нужно обсуждать непосредственно в отделении банка. И ни в коем случае по телефону. Но если уже оказались в подобной ситуации, первое, что нужно сделать, заблокировать карту и обратиться к правоохранителям. В суде доказать то, что стали жертвой мошенника, сложно. Ведь данные продиктованы добровольно. Писать заявление в милицию на то, что мошенническим путем были совершены эти действия, и чтобы открыли уголовное дело. Это обязательно. Это для суда в гражданском суде будет весомый аргумент, что человека обманули. Что не просто эта девушка выдумала эту историю, чтобы каким-то образом не платить кредит. А то, что действительно были совершены эти действия. В рамках уголовного дела следователь имеет право распечатку телефонных звонков взять, кто ей звонил, с какого номера звонили, выяснить, кому принадлежит этот номер. Кроме этого, злоумышленники могут моделировать звонок автоинформатора и с помощью психологических приемов заставить владельца карты лично произвести операцию с банкоматом. Еще один из распространенных видов мошенничества при покупках через интернет. Парикмахер Александр Олейников на одном из сайтов продавал фильтр для воды. На его предложение якобы откликнулся покупатель. В телефонном разговоре сообщил, что деньги за товар перечислют на карту. Александр назвал ее номер, свое имя и фамилию. Через время ему позвонил мужчина, представился с сотрудником банка, уверял, что деньги не могут быть перечислены, но с картой какие-то проблемы. Попросил продиктовать срок действия карты и не только. А там, посмотрите сзади, там цифры, как там называются. Вот, к примеру, первые четыре он назвал и три последние. Я сказал бы эти цифры, как получается. Говорит, хорошо, я повторно отправил ваш платеж, чтобы деньги должны прийти на счет. Приходит сообщение, все это в телефонном режиме получается. Приходит сообщение, как бы я диктую этот номер. Через буквально секунду приходит повторное сообщение, типа у вас баланс 200 гривен. Хотя перед этим проверял, было там 2 300. То есть, грубо говоря, 200 он снял. Для покупок в интернете эксперты советуют завести отдельную карту и установить лимит в несколько сотен гривен. Да и элементарными мерами безопасности пренебрегать не следует. Пин или CV-коды, последний расположен на обратной стороне карты, никому разглашать нельзя. Да и номер карты раздавать всем подряд не стоит. Нельзя выбирать слишком простой пин-код, который легко подобрать или угадать, записывать его на карте или на листе бумаги и хранить вместе с картой. Когда вы работаете с банкоматом, если у вас что-то не получается, не обязательно, вернее, не обязательно, а вам нельзя это делать. Нельзя звать посторонних людей, просить о помощи, чтобы они вам что-то делали, называть опять же пин-код, какие-то конвенциальные данные. Потому что человек сейчас вам помог, через 5 минут, зная доступ к вашей карте, может сделать тоже все, что угодно. Специалисты говорят, существует множество способов кражи денег с карты в банкомате или платежном терминале. При работе их нужно осматривать на предмет посторонних устройств, а снимая наличные, прикрывать клавиатуру рукой. Есть ситуация, когда банкомат, то есть, подходя к банкомату, надо всегда внимательно смотреть вот это окошко для приема карточки. Нет ли там каких-то вот скринов, это накладки, которые блокируют выход карты, которые считывают информацию. То есть, всегда, ну, посмотрите на банкомат, не подозрительно ли, нет ли накладки на клавиатуре. То есть, просто его осмотрите. Приспособления, которые считывают данные с карты, блокируют, ну, это такое, щель, скажем так, условно, чтобы всем было понятно, щель, откуда выходят деньги. То есть, люди якобы уже все правильно сделали и хотят получить свои деньги, но банкомат не выдает. Они разочаровываются, уходят, и потом через три минуты приходит человек, снимает пластиночку и вынимает эти денечки. Эксперты советуют проводить операции в банкоматах, установленных в финучреждениях. Кроме этого, есть специальные программы, которые воруют данные с карты при пользовании интернет-банкингом. Специалисты также советуют следить за балансом карты, проверять операции и просматривать выписки. Юристы говорят, если с кредитной карточки украдена немалая сумма денег, нужно, кроме всего прочего, обезопасить свое имущество. У нас, согласно законодательству, когда 12100 уже можно продавать единственное жилье, то есть им нужно обезопасить свою недвижимость. Желательно ее на кого-то переоформить быстро, чтобы банк не смог забрать эту недвижимость. Конечно, потому что банк подает в суд, он сразу арестовывает. И движимое имущество, все недвижимое, и человек остается голый. То есть, грубо говоря, за этот долг карточный в 16 тысяч гривен можно остаться без квартиры или подставить своих родственников. Однако, по данным аналитиков компании JFK Ukraine, в Украине по сравнению с другими странами реже сталкиваются с такими видами мошенничества. Всего 3% опрошенных. В Америке этот показатель в 14 раз выше. Но при этом украинские владельцы банковских карт нуждаются в информации об эффективных способах защиты. Большинство участвующих в опросе ответили, что им известны максимум два варианта, как обезопасить свои счета от любителей легкой наживы. Виктория Таряник, Алексей Жучков, Борис Буцевич. Объектив неделя.